Если бы не было совсем корректно, одно мы знаем, к сожалению, мы только вчера зашли в это дело, прокуратура нам ответила, сегодня мы хотели ознакомиться с материалом, что имеется, что они заняты сильно, у них, что здесь нет, действительно, прокуратура, что они не могут сегодня нам предоставить материалы для ознакомления. Одно мы знаем, что по медицинскому заключению, я думаю, доктора лучше расскажут, чем я, когда эта травма была несовместимой, то есть человек не мог передвигаться еще в длительный период времени какой-то, вообще какой-то период, нам доктора скажут, то есть эта травма очевидно получена на производстве. Предприятие называется ООСК Никметтерминал. Собственником этого предприятия являются и нерезиденты Украины, ну, по сути, те, кто купили Криворожстаг. Итак, первое, что нас насторожило, и мы, насколько я сегодня располагаем информацией, что нарушение действующего законодательства предприятия не уведомило ни соцстрах, ни прокуратуру, хотя по закону должны были прекратить все работы, обеспечить сохранность места, сохранность всех региаторов, механизмов, если это не угрожает жизни и здоровью других людей, вызвать представителей прокуратуры охраны права для того, чтобы засидеться. В результате, как говорит Ирина, якобы пришел уже с больной, болела голова, трактор куда-то отвезли, каску потеряли нигде не можем, потому что, судя по заключению, по травмам, понимаем, что удар был огромной силы, то есть каска должна была разлететься в дребезги, но ее нет. Почему я еще говорю, что хотел бы, чтобы были сегодня в прокуратуру, я не знаю, приглашали или нет, потому что я не собирался идти сюда, но именно вчера попросила, в надежде на то, чтобы представители компаний, представители соцстраха, охраны труда, прокуратура, которые будут присутствовать здесь, мы задали ряд вопросов по этому моменту. То есть упущено много времени из расчета на то, я так понимаю, чтобы вывести предприятие в сторону. Исходя из того протокола допроса, который сейчас допрашивали Ирину, как потерпевшую, без адвоката, одну, она принесла мне этот протокол допроса, мы его прочитали. Я, как юрист, как адвокат, вижу, то есть если на сегодняшний день открыто проваджение по 271, это причинение нарушения техники безопасности, повершая смерть, часть 2, то, исходя из того протокола, как я вижу, плавно правоохранительные органы переходят на убийство по неосторожности. Что за этим последует? Будет привлечен к уголовной тесте. А не большая санкция. Короновщик не будет.